О терпении. Часто люди думают, что терпение означает, что я должен терпеть. Допустим, ругают меня, я терплю. Терпение — это другое. Терпение — это когда человек хочет сохранить себя. Терпение даже больше выражается не в том, что я терплю, а в том, что я пытаюсь понять, как правильно построить отношения. Терпение всегда означает самосохранение, потому что человек, который не понимает, насколько он привязан к другому человеку, насколько он правильно строит с ним отношения, никогда не сможет вытерпеть. Никто никогда не может вытерпеть, когда его психика разрушается. Если меня сейчас поджечь, то я не буду терпеть, кто хочет сгореть. А человека психически можно также поджечь, не только физически. И часто мы поджигаем друг друга, и психика горит. Потом мы думаем, что же я не вытерпел, мне надо смирение и терпение вырабатывать. Но люди часто не понимают, что это смирение и терпение не означает сгорать. Это означает что-то другое, чего мы плохо понимаем. И поэтому существует это знание. Это знание очень сложное для понимания. Знание о том, что приближение, отдаление к человеку зависит от того, насколько мы способны быть зависимы от Бога. Вот, допустим, если я способен зависеть от Бога, то я могу ближе быть к человеку или дальше. И это будет и для него бесболезненно, и для меня. Но если я привязан к человеку, то есть я счастья от человека жду, вот тогда он становится источником боли для меня. Потому что когда я к кому-то привязан, моя психика оголяется. И от этого человека не могу ничего стерпеть. Потому что я, когда к нему привязан, и он мне что-то говорит строго, допустим, или плохо. Он просто капризничает, допустим, жена там устала, с работы пришла. И это невыносимо. Потому что ты, когда привязан к человеку, привязанность означает, что я жду от него счастья. Вот, например, мама, когда привязана к ребенку, она страшно боится, когда он капризничает. И поэтому начинает его баловать. Он говорит, я мороженку хочу, она думает, сейчас начнется. И все, идет, покупает мороженку. То есть он пользуется этим и становится избалованным ребенком, плохим ребенком становится. Причина, почему она избаловала его, она говорит, я не могу терпеть его капризов. Видите, она воспринимает очень поверхностно эту причину. Ну, если поверхность воспринимать, то да, не смогла терпеть капризы. А если смотреть глубже, то причина другая. Причина заключается в том, что она просто не умеет получать счастье из правильного источника. Она неправильный источник для себя выбрала. Близкие люди не являются источником для получения счастья. Источником для получения счастья является природа. Вот я сегодня бегал рядом с деревцами, солнышко светило хорошее такое, доброе. Здесь очень мягкая энергия, мягкая энергетика в Киеве. Люди такие мягкие, добрые. Солнце мягкое, доброе такое. И я бегал, получал счастье от солнышка, от воды, от берега, Днепра, от деревьев. Это энергия Бога. И поэтому есть определенная самодостаточность. То есть есть чувство, что я наполнен. Поэтому если кто-то будет плохо себя вести, я вытерплю. Я надеюсь. Ну то есть терпение означает, что у человека что-то есть внутри. Ему хватает силы. Если, допустим, солнце светит сильно ярко, а лужа достаточно глубокая, то она не высыхает за день вся. Это называется терпение. Все равно расход идет, но ты остаешься с озерца счастья твое еще как-то живет там внутри. Но если ты сильно ждешь счастья от этого человека, с которым находишься рядом, тогда малейшая его каприза идет глубоко-глубоко в сердце. И тогда уже озеро испаряется не от солнышка, который светит сверху, а от кипятильника, который помещен внутрь сердца. И когда он там начинает гореть, тебе просто изнутри, из сердца, ааа, я уже не могу. Почему ты уже не можешь? А потому что ты ждешь счастья от этого человека. Ты привязан к нему. И все его капризы, плохое настроение сразу будет влиять на тебя. Эта привязанность, она очень сильно возрастает, когда люди погружаются друг в друга, погружаются, погружаются, не могут остановиться. Они и в половых отношениях, и друг с другом время проводят постоянно, никого не хотят видеть, кроме друг друга. И это погружение взаимное, когда становится максимальным, оно почему происходит? Потому что они наслаждаются друг другом. Потом, когда наслаждение начинает присыщаться, оно же заканчивается, как все в этом мире. Энергия наслаждения дается Богом. Она может на всю жизнь дана. Если мы не пользуемся и не эксплуатируем эту энергию наслаждения, а просто думаем о Боге постоянно, живем вместе, то жена всю жизнь будет приятна. Всю жизнь. То есть этой энергии может на всю жизнь хватить. Но люди в большинстве своем тратят ее за 3-4 года. Понаслаждались на полную катушку друг с другом. А потом дальше что происходит? А дальше уже привязанность сильная, а счастья нет. И люди начинают страдать рядом с друг другом, потому что человек без счастья жить не может. Вместо того, чтобы от природы счастье получать, от людей всем радоваться счастье получать, от Бога счастье получать. Человек счастья научился, то есть вернее перестроился в такую систему отношений, что он счастье может только от одного человека получать. И вот знакомая картина. Муж ходит вокруг жены и говорит, что у тебя такое плохое настроение? Потому что он только от нее счастье может получать. А она говорит, слушай, я тебя трогаю, отстань от меня, но я тебя же не трогаю. Она ему говорит. А он говорит, не трогаешь, у тебя плохое настроение. Она говорит, да отстань ты от меня, Господи, да что же ты ко мне докопался-то? Вот, мои хорошие, в этом вся проблема. А терпение тут ни при чем. Проблема в том, что мы неправильно настроены часто в этом мире. Мы настроены на слишком быстрое счастье. Мы хотим слишком быстрого счастья, хотим его наслаждаться им на полную катушку. Потом наступает время, и это превращается в жуткие страдания. Люди мучают, мучают друг друга, ругаются, кричат друг на друга. Почему они это делают? Потому что это только одна причина. Я от тебя жду счастья, а ты мне не даешь. Все. Больше нет никакой причины скандалов. Но нет никакой причины скандалов. Вот, допустим, я иду по улице, ко мне подбегает собака соседская и начинает на меня гавкать. Но я к ней не привязан. Я счастья от нее не жду, от соседской собаки. Вот, и поэтому гавкает она или не гавкает, меня как-то не сильно трогает. Но если то же самое будет делать моя любимая собачка, тогда я буду страдать. Потому что я жду от нее счастья, она гавкает. Что случилось с ней такое, непонятно. Поэтому, мои хорошие, главная наука терпения, это наука дистанции отношений. Дистанция, это не означает, как некоторые люди думают, больше не любить близкого человека. Так, пошел отсюда вон. Дистанция. Часто люди воспринимают по дистанции вот это вот. Для поцелуев, baby, повода нет. Вас потревожил, baby, солнечный свет. Так что бывай, baby. Так что бывай. Не приставай. Такая система. Дистанция означает, что ты даешь человеку возможность самостоятельно, спокойно, рядом с тобой жить. И при этом ты выполняешь все обязанности перед ним. И ты не лицемеришь. Ты ему прямо говоришь, что, понимаешь, мы с тобой строим неправильные отношения. Мы с тобой постоянно ругаемся. Поэтому я хотела бы или хотел бы ну как-то начать перестраивать отношения. И для этого мне нужно время, чтобы прийти в себя. Поэтому сейчас какое-то время я буду немножечко самостоятельным. Я буду все делать, как ты скажешь, все. Но я не буду строить с тобой очень близкие отношения сейчас. Потому что мы замучили уже друг друга. Нам надо научиться быть немножко на расстоянии. Но для того, чтобы быть на расстоянии с человеком, тебе надо его любить, служить ему. Понимаете, любить не означает зависеть. Любить означает отдавать. Потому что большинство людей, вернее все люди, сначала любовь воспринимают как зависимость. Вот, допустим, ко мне одна девушка обратилась, говорит, Олег Геннадьевич, как я могу служить человеку, если мне с ним неприятно рядом находиться. Что такое приятно? Вот это, что значит приятно рядом с человеком? Это значит, что от него идет энергия наслаждения. Это называется влюбленность. Ну, то есть, мне приятно рядом с человеком. Значит, Бог мне просто так дает от него счастье. Вот просто так. Я не заслуживала, ничего не делала для этого. Просто так. Мне приятно. Это само по себе идет. Это как вечный двигатель, как нам кажется. Просто Бог поощряет мои отношения с этим человеком. Ну и сколько он может поощрять? Если я сам не начинаю создавать энергию любви, то есть я должен просто с радостью радоваться человеку. Не потому что я хочу от него приятное получить, а просто так. Просто у меня хорошее настроение. Я принес тебе привет. Понимаете? Ну, то есть, просто так и все. Радоваться. Вот это называется бескорыстная любовь. Просто так. Ты не печалься, ты не прощайся. Ну, просто так. Что-то хорошее сделать для человека. Просто так. Но это не просто так. Для этого ты должен быть наполненным. У тебя должна быть радость откуда-то. Если ты хорошо помолился, хорошо побегал по берегу, хорошо покупался, хорошо с солнышком подружил, хорошо к людям относишься, всем любишь вокруг людей, ты наполняешься радостью и можешь поделиться радостью с близким человеком. Но если, допустим, ты радостью делишься с целью его прижать к себе дальше, понаслаждаться им, то это уже эксплуатация, это другое совсем. Это означает, что я хочу наслаждаться этой энергией влюбленности. А если он не эксплуатируется, потому что у него плохое настроение, ты ему и радуешься, хочешь его прижать к себе, а он не прижимается, потому что у него плохое настроение. Нече отдавать. Он тебе отдать ничего не может, потому что все кончилось. Не было печали, просто уходило лето. Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Понимаете? Ну, то есть, как бы... А счастье не пришло. Вот я старался-старался или старалась-старалась, накормила мужика, приготовила столько вкусного, всего. Он поел даже. А счастье назад не пришло. Как жить тогда можно вообще? Это называется ожидание. То есть я жду, жду от него любви. И поэтому я ему служу. Ожидание любви служу. И это копится у меня раздражение. Я говорю, хватит, все, не буду больше для тебя ничего делать. Почему? Потому что не дождалась. Теперь другой вариант. Я просто приготовила ему все вкусно. Покушай, мой хороший. И пошла. Накормила и пошла. Все у тебя хорошо? И пошла. Я смотрю в ней вслед. Ничего в ней нет. Только я смотрю, глаз не отвожу. Накормила и пошла счастливая, самодостаточная. И какое сердце у него возникает, сердце чувства благодарности. Он думает, такой хороший человек. Вот она меня накормила. И довольная такая, счастливая. И ничего от меня не надо. А? Что? Кто в угнет? Что это значит? Что это значит? Это значит, начинается любовь. Начинается любовь. И терпение тогда возможно. Допустим, муж поел и говорит, что-то ты не досолила. Все, не досолила. Вкусно все было. Он ел с удовольствием, потом не досолила ему, оказывается. Вот. Да, вот так просто посмеешься и пойдешь и все. Почему? Потому что ты от него не зависишь. Ты зависишь от Бога. Ты его просто накормила. А дальше что он там будет бубнить? Это уже другой вопрос. Ты от него не зависишь, не ждешь от него ничего. Просто рада ему и говоришь, не досолила ты, ты говоришь, мой хороший. Замечательно. В следующий раз сам себе досолишь. Вот. И он тоже это воспринимает как шутку. Все довольны, все рады. Конечно, все равно это будет трудно так себя вести, потому что какая-то привязанность остается, мы не можем полностью ее исключить. Мы все равно ждем чего-то от близкого человека. Но это не надо делать главным в жизни. Понимаете? И это вот наука, о дистанции во взаимоотношениях. Она настолько важна для каждого человека. Она настолько нужна каждому человеку. Если человек этой дистанции не понимает, то он становится несчастным в результате. Рано или поздно он становится несчастным. Все разрушения семей от этого возникают. Если я начинаю унижаться перед человеком, сильно зависеть от него, это значит, моя дистанция к нему сильно сокращается. Представьте, что он делает? Меня от себя отталкивает. Подталкивает, отталкивает и в конце концов вообще уходит. Если я завишу от него очень сильно, он меня отталкивает. Это естественно. Понимаете? И это называется привязанность. Ребенок точно так же. Мама мне звонит. Олег, как у тебя дела? На Украину не едьте, там война. Я говорю, мамочка, ну я же на войну-то не езжу, я езжу в Киев. Все равно война. Я говорю, мама, все будет хорошо. Я говорю, ты если чувствуешь, что у меня какие-то трудности должны быть, помолись. Помолись, и все будет хорошо. Ой, ладно, хорошо. Это называется привязанность. Ну то есть она, видите, она беспокоится, а надо молиться. Это называется слабость сердца. Она у всех бывает. Мы не должны быть слабыми. Нужно всегда побеждать судьбу. Видите, привязанность вызывает волнение, беспокойство. Понятно, что мы, естественно, привязаны к своим детям. Но надо, естественно, также за них молиться, если вы беспокоитесь. Не беспокоиться, а молиться. И так, когда у меня правильная дистанция по отношению к жене, допустим. Как мне определить, правильная у меня дистанция по отношению к жене или нет? Если она дома рядом со мной отдыхает, не напрягается, а отдыхает рядом со мной с женой, значит, дистанция правильная. Если она говорит, что-то у нас с тобой как-то все стало далеко друг от друга, как-то мы далеки друг от друга, значит, дистанция слишком большая. И если она говорит, я что-то устаю рядом с тобой, мне тяжело, значит, дистанция слишком близкая. Ущучили? Поняли? Ну, то есть, идея в чем заключается? Что ты смотри по близкому человеку, как он себя ведет рядом с тобой. Если чувствуете, он носом крутит, такой, как бы, гордиться начинает, значит, ты сильно зависишь от него. Учись зависеть от Бога. Это опасно. Когда близкий человек начинает гордиться, понукать тобой или начинает пренебрегать тобой в пользу подружек или друзей. Допустим, он говорит, извини, я хочу подружкам, девушка, и почти с мужем не общается, к подружкам все время. Значит, ты сильно зависишь от нее, значит, ты сильно ее эксплуатируешь своим желанием любви, значит, ты ее вымучил, вымучиваешь. Отодвинься. С силой воли это очень трудно отодвинуться, очень трудно, потому что это как наркотик близкий человек, понимаете, от наркотика отказаться очень трудно. займись чем-то другим, помолись, занимайся спортом, иди с друзьями пообщайся, не трогай жену, иначе она вообще уйдет. Если она от тебя бежит, значит, ты должен остановиться в желании ее тянуть. Если человек тянет на себя, бежит еще сильнее, тянет еще сильнее, еще сильнее тянет, вообще уходит. И он остается один и плачет. Понимаете, система какая? Терпение не в том, чтобы вытерпеть, как на тебя кричит близкий человек. Здесь уже ничего не вытерпишь. Кричать начал, психика не выдерживает, ну поругались, помирились. С этим нет проблем, понимаете, если вы ругаетесь, просто миритесь и все. Просто скажите себе, когда я ругаюсь с близким человеком, это всегда плохо, всегда. Прав я, не прав, это всегда плохо. Идите первыми всегда мириться, не бойтесь этого, это нормально. Терпение означает, что я способен вытерпеть свою зависимость от близкого человека. Я могу не пойти за ним бегать и выяснять отношения, а просто помолиться и найти счастье в отношениях с Богом или просто пробежаться и найти счастье в отношениях с природой или просто что-то еще сделать хорошее. И когда близкий человек в тебе нуждается, надо сразу прийти к нему и сказать, я здесь, с любовью обратиться к нему. Но никогда не зависеть, если он тебе нуждается. А, давайте, обнимать буду быстрее. Не надо. Просто по-доброму отнесись к близкому человеку и все. Понимаете, близкие отношения тоже хорошо, но они не должны быть вот такими алчными, жадными. Это приводит к разрушению отношений рано или поздно. Потому что ты высасываешь кровь из близкого человека, из него влюбленность высаживаешь эту силу, значит, он будет уставать от этого сначала, потом капризничать, потом ему противно станет, потом он разочаруется и потом он уйдет. Все, вот так бывает. Это касается вообще всех видов отношений. Ну, допустим, у вас есть начальник. Надо его вытерпеть. Сначала начальника надо вытерпеть. Сначала надо быть самодостаточным рядом с ним. Есть два варианта. Если вы его ненавидите, потому что видите, что он вас эксплуатирует, сильно как бы взялся за вас, это только потому, что вы не самодостаточны. Если вы беретесь, как бы, спокойно относиться к Федору Петровичу, ну я же уже, моя работа закончилась, давайте я завтра все сделаю. Нет, сегодня, сейчас, там туда-сего. Федор Петрович, я, видите, я стараюсь работать. Я хочу, чтобы у вас было все нормально. И он знает, что это так. Вы вкладываете, вы трудитесь, правильно. Мне надо очень сильно пойти пораньше. Пожалуйста. Несколько раз вы так обломали, он уже не будет на вас рассчитывать, чтобы как бы вас эксплуатировать. не то, что человек всегда должен пораньше с работы уходить. Иногда можно и помочь. Я сейчас говорю о настроении. Если он хочет из тебя соки выжимать, это же чувствуется, так? И ты просто по-доброму им показываешь, что я не завишу от тебя. Хочешь, уволь, не хочешь, не увольняй. Но я буду трудиться хорошо на благо этого предприятия, но унижаться я не буду, потому что для меня дороже чувство собственного достоинства, дороже всего. Я не хочу быть несчастным человеком, я хочу быть счастливым, это естественно. Поэтому я готов трудиться на тебя, но при этом я не буду унижаться. Теперь смотрите, интересно знать, что человек, который реально служит, заботится, помогает, и он вызывает благодарность в сердце начальника, такого человека очень трудно эксплуатировать. А если человек и начинает эксплуатировать того, кого благодарность в сердце, тот может легко очень по-доброму поставить на место, сказать, Фёдор Петрович, меня не надо так со мной, я готов сам вот всё делать, но если вы ну как бы уже вот такие отношения со мной хотите строить, то я не смогу. По-доброму так ему объяснили, он ещё подумает, подумает, и потом уже будет вас уважать, уважительно, а потом ещё вас повышать будет по службе. Потому что тех, кого юзают, никогда не повышают на службе, они просто как пешки. Пешка-ферзёй становится, что если она сама как бы идёт в ферзи, понимаете, она должна стать сильной тогда пешкой. Вот, и пройти всё поле. А лучше быть не пешкой, хотя бы конём или ферзёй, или турой, ну какой-то более серьёзной фигурой надо быть в своём сердце, чтобы к тебе так же относились. Поэтому устроились куда-то на работу, есть начальник. Два варианта. Первый вариант, начальник слабый, вы начинаете наглеть. Это значит, что он вас выгонит, не вытерпит и выгонит. Второй вариант, начальник директивный, очень сильный, это тоже вид слабости, чрезмерная сила, это вид страха, и страха человек так действует на самом деле. Просто по-доброму ему говорите, я сам буду, я сам, я стараюсь, всё хорошо, спасибо вам большое. И учите, учите, пытайтесь установить правильное отношение. И вы увидите, как он сам выберет. Или он вам скажет, если ты не прыгаешь передо мной на задних лапках, ну не будешь у нас работать. Знайте, что если он так сказал, значит на этом месте ничего благоприятного не будет. Лучше уйти из этого места, чем подчиниться этому желанию. А если он просто из-за незнания просто вас пытается эксплуатировать, но вы не эксплуатируетесь, и он как бы принимает эту вашу позицию, то значит всё нормально. Каждый руководитель имеет склонность эксплуатировать и унижаться. Вот допустим, если вы будете ведить себя достойно, есть вероятность, что он так смягчится перед вами, что станет унижаться. И тогда тоже здесь опять же такая же система. Надо ему сказать, Василий Петрович, вы же старший, почему вы как бы проявляете такую слабость? Вы старшие, мы младшие, я вас уважаю. Понимаете, да? Очень важно, или допустим, вы с ним поехали вместе. Я знаю одну историю. Один человек решил со старшим поиграть в хоккей вместе. Ну и бортанул его там. Ну так, это же игра, хоккей, если она серьёзная. Но бортанул, оттого посадили. И его сразу посадили. За другое, не за то, что он бортанул. Нашли сразу, приехали к нему проверяющие, нашли как бы причину и посадили его в тюрьму. Но он не того бортанул. Это был сильно влиятельный человек. Ну то есть, если ты с таким человеком решил в хоккей поиграть, это уже неблагоприятно. Допустим, если ты решил поиграться со змеёй с ядовитой, это нормально? Она тебе предложила, давай, поиграемся в догонялки. Соглашаться или нет? Со змеёй ядовитой смертельный укус, догонялки соглашаться? Но если вы её догнали, ничего страшного, правда? А если она вас догнала, что тогда? Тогда смерть. Ну просто я об этом говорю, о дистанции. Я сейчас об этом говорю, тут уже терпи-не терпи, понимаете? То есть, не надо было соглашаться в хоккей играть с человеком, который такое влияние имеет, что он может кого хочешь посадить. Ну зачем с ним играть в хоккей? Это же такая игра серьёзная, там протонуть придётся и там ещё чё-нибудь и нос расквасить человек может. Всё что угодно можно. Теперь с младшими тоже. Многие люди не знают, как с младшими себя вести. Или я его прессую сильно, и он становится просто без... Ну знаете, некоторые люди жалуются, говорят, у меня младшие все безвольные, очень такие мягкотелые люди, никаких решений принимать не могут, не могут. Значит, ты их постоянно гнобишь. Только одна причина, всё, больше нет никаких причин. Теперь у меня младшие постоянно наглеют, ну то есть постоянно предают меня там и так далее. Значит, ты их балуешь. А почему ты их балуешь? Потому что ты от них зависишь, боишься их потерять. А почему ты их гнобишь? А потому что ты хочешь от них больше, чем они могут сделать. Это всё называется привязанность. Видите, терпение? Есть терпение, когда ты гнобишь людей? Есть в этом терпение? Нет. А если ты балуешь людей, в этом есть терпение? Нет терпения. То есть терпение означает правильная дистанция от человека. Если я завишу от Бога, если я подчинённых просто терплю, воспитываю, наказываю, как наказываю? Василий Петрович, сегодня вы наказаны. Вы опоздали с работы, придётся вас оштрафовать. Он говорит, ну я же хороший человек, чего мне оштрафовать? Я согласен, но у нас есть правило, если вас не оштрафуют, значит мне и Клавдию Михайловну тоже не надо будет штрафовать, и никого, и тогда все просто обнаглеют. Ладно, я понял. Может и не поймёт, всё равно пообижается. Но вы по-доброму к нему относитесь. Это означает сила внутренняя. То есть ты просто выполняешь закон, правила выполняешь и всё. И коллективе устанавливается порядок. Что значит порядок? Это значит, что они боятся уже опаздывать. Боятся, потому что знают. Вот допустим, если я говорю, аааа, ты опоздал, кричу там. Первое, что мне оштрафовать уже его не захочется, потому что я уже сам нарушил порядок. Мне уже как-то сложно будет его штрафовать. Я на него наорал и он пошёл. Но если я на его наорал, что произошло? Он меня не любит потом, потому что я злой. Видите, это называется слабость сердца. Нарушил дистанцию. Но если я просто по-доброму его оштрафовал, что тут плохого? Или допустим, на первый раз простил, потом оштрафовал, на второй раз. Что тут плохого? Ничего плохого нет, правда? Потому что всё по-честному, есть дистанция, по-честному, если я его люблю ещё, по-честному, если это самое главное. С любовью к нему отношусь. И это устанавливает отношения медленно, но верно. В коллективе постепенно складывается мнение, что здесь не прокатит, не прокатит ничего. Но и в какой-то момент начальник, друг, очень сильно хороший работник, ну такой прямо лапочка, ну старается, такой всё делает. И начальник думает, ой, хочу с таким человеком дружить. Всё. Дальше фирма разваливается. Если этот человек не выдержит испытаний, то есть ты решил его проверить, с ним дружить, проверить его, в чём его проверка заключается? Если ты с ним дружишь, значит что он будет делать? Тебя просить за одного, тебя просить за другого, потом то-то посоветуй, потом это, а потом будет психовать, если ты не сделаешь что-то. И ты думаешь, а что же мне теперь делать? Это не дружба уже, это уже сплошная эксплуатация. И это опять от твоей проблемы, потому что нельзя приближать себе подчинённого. Ты почему приблизил его? Потому что ты зависишь от того счастья, которое от от него исходит. Ты зависим стал от его хорошей работы. Просто радуйся его хорошей работой, люби его как подчинённого. А если он такой мощный, так развей его, сделай его старшим из всех. Конечно, в этом случае у него с тобой будут более близкие отношения, но опять всё равно ты старше, он чуть младше. Дистанция в отношениях очень важна. Это знание является фундаментальным вообще в жизни во всех отношениях. Например, ты решил выбрать себе наставника. Надо учиться много лет видеть в нём божественное. Но если наставник тебя приблизил к себе очень близко, ты начинаешь видеть, как он ведёт себя как обычный человек. Любой наставник в туалет ходит, сморкается и кает, нервничает иногда, как любой человек, но когда он наставление даёт, он от Бога действует качественно, допустим. Но в жизни он живой человек, он может по-разному себя вести в жизни, потому что он расслабляется иногда. Как этот анекдот? Штирлиц валялся в луже пьяный, через 5 минут ему выполняет новое правительственное задание. Но расслабился чуть. Вот. Ну то есть идея в чём заключается? В том, что если человек приближается к своему наставнику, у меня был такой случай, у меня есть духовный учитель, и есть один хороший такой очень человек, я так его всегда уважал, он служил лично моему духовному учителю. и в какой-то момент я заметил, что он потерял энтузиазм, он стал бледным, таким несчастным, таким печальным, я говорю, что случилось? Он говорит, я похоже слишком сильно приблизился к своему духовному учителю, я говорю, ну вот значит надо тебе отдаляться, иначе вообще потеряешь духовную жизнь, ну то есть ему пришлось перестать ему близко служить, причина заключается в том, что он сквернился вот этим видением его просто обычной жизни, не то, что он что-то плохое увидел, ничего плохого не увидел, просто он видел его не при исполнении обязанностей, то есть видел его в обычной жизни, как обычного человека, понимаете, и он начал, у него не было силы видеть в нем божественное, он начал видеть его как обычного человека, в результате потерял правильное отношение, чрезмерное приближение к старшему приводит к деградации младшего, дистанция имеет крайне важное значение, особенно большая дистанция, а потом постепенно есть и ученики такие, они служат своему учителю много лет и при этом никогда не оскверняются, потому что они всегда видят в нем божественное, ведут себя очень правильно, учтиво, деликатно, никогда не лезут ни в свои дела, это очень высокий уровень развитности, культуры, и такой ученик может стать также очень хорошим учителем потом, будучи сам, вот тот человек, который умеет эту дистанцию держать, он никогда не нарушит отношения даже со своими подчиненными, это и называется терпением, терпение это не означает, что меня колет, как это говорят, меня муж ругает, матом кроет, что надо делать, терпи, надо этому человеку иголочку в попу вставить, сказать, терпи, он терпит и дальше ему иголочку суешь в попу, еще глубже, да, он терпит, он уже не может, почему, потому что никто не может терпеть боль, есть боль физическая, это иголочка в попу, есть боль чувственная, эмоциональная, когда ты, допустим, стоишь в автобусе и рядом перегар, это эмоциональная боль, ты не можешь, у тебя все уже скоро вырвет, это эмоциональная боль, чувственная боль, или, допустим, человек обидел тебя, сказал какое-то слово и у тебя в сердце обида такая, это умственная боль, или, допустим, человек говорит, Бога нет, И начинает доказывать. Это боль в разуме, я не могу это слушать. Боль в разуме возникает. Понимаете, боль есть, разные виды боли бывают. И боль человек не может вытерпеть. Боль — это нестерпимая штука. Но если ты можешь понять, что этот человек просто необразованный, сразу всё проходит. Видите, ты просто перестал от него ждать. Я у своего наставника спросил, говорю, как мне сделать так, чтобы не всегда оставаться в духовном движении, всегда идти вперёд, всегда молиться, никогда не разочаровываться в людях. Он говорит, очень просто, ничему не удивляйся. Вот всё, что не увидишь, считай, что это нормально. Ничему не удивляйся, всё, что увидишь. И тогда ты будешь всегда оставаться в духовном движении. Понимаете, то есть идея в чём заключается? В том, что мы не то обожествляем в людях. В человеке есть человеческое, есть божественное. И всегда человеку надо давать возможность быть человеком. Иногда человек, даже самый возвышенный, может сломаться, начать деградировать. Ты просто перестань принимать от него наставления в это время, и всё. И отношусь к нему хорошо. Не надо его считать врагом в этот момент. Не надо, у меня были такие случаи, старший ломается, и все ученики тоже ломаются. Почему? Потому что они неправильно относились к нему. То есть они человека обожествляли. Не воспринимали, что через него Бог действует, а его начинали обожествлять самого. Это как создать себе кумира, понимаете? В результате человек деградировал, что-то с ним произошло, и все, кто за ним идут, тоже все под откос. Потому что когда человек деградирует, у него меняется философия. Он по-другому начинает всё воспринимать и начинает всё по-другому объяснять. Например, если человек был женат и развёлся, но он читает лекции, дальше у него меняется философия. Он начинает объяснять всем, когда и как надо разводиться. И только об этом и говорит постоянно. Это означает, что у кого чего болит, тот о том и говорит. Но это никому не поможет, потому что это уже греховное знание, как надо разводиться. Надо никак не разводиться. Надо просто пытаться сохранить семью. А если у тебя так получилось, так раскаясь тогда, что всякое получается. У всех всё бывает. Раскаясь просто. Не надо из этого делать философию. Как есть ведическая такая, юмореская такая. Ну это нереальная история, а просто такой, ну как бы, притча такая. Что один бедняк, он, ну как бы, он вообще был бедный. И ему приданное от жены досталось старая кровать. Ну и больше ничего в доме не было, только эта старая кровать. И они на этой старой кровати решили лечь, как бы, в первую брачную ночь. И она сломалась. Ну, развалилась эта кровать. Ну и они, в общем, легли на пол, всё нормально. На следующее утро он начал проповедовать всем, что спать полезнее всего на полу. Ну то есть он начал проповедовать, потому что кровать сломалась. Но это, понимаете, философия из этого не строится. То есть если ты свою философию строишь на своих слабостях, то это, ну, это значит, что ты не старший. Это не наставничество, это просто, ну, слабости, всё. Ну, признайся себе в своей слабости, в конце концов. Что в этом сложного? Скажи, я слабый человек. Что тут такого? Ничего страшного. Все поймут. Вот. Видите, терпение означает, что я правильное отношение выбираю с Богом, правильную дистанцию. Чем ближе к Богу, тем лучше. И правильную дистанцию к людям. Теперь вы скажете, а что, люди плохие, что ли? Почему мне от них надо быть подальше? Не подальше от них надо быть, а поближе к ним надо быть. Но ждать от них ничего не надо. Вот это не ждать означает подальше. Если ты близко служишь человеку, заботишься о нём, но при этом ничего не ждёшь, чтобы он не сказал, ты улыбаешься. Почему? Потому что ты ничего не ждал. А если ты ждёшь, он говорит, тебе больно. И эту боль никто не стерпеть эту боль не может. Это невозможно терпеть. Это всё равно, что тебя поджаривают на сковородке. Некоторые люди говорят, почему я такая нервная? Ты не нервная, ты просто привязана к счастью, идущему от людей. Всё, в этом твоя проблема. Почему ты не можешь терпеть ситуацию? Потому что ты не к тому привязана, ты не оттуда счастье берёшь. Вот человек, который просто даже с деревьями научится стоять, вот рядом с деревом, он становится терпеливым. Дерево даёт терпение, потому что оно стоит неподвижно всё время. И это означает терпение. Эта аскеза называется терпением. И ты тоже раз рядом с ним постоял, перенял у него это терпение. Ну и будь терпеливым. Бери силы от природы. У деревьев, у земли, спокойствие от земли идёт. А если ты молишься Богу, то ты все виды вот этих хороших черт характера получаешь сразу. Есть разные святые, которые разные черты характера развили. И каждый из них может что-то тебе дать, если ты в него веришь. Как он тебе даёт? Ты его любишь. И твоя любовь идёт к нему. А его любовь, когда идёт к тебе, она приносит с собой его характер. Так всегда бывает. Вот вы собачку любите, вы на собачку становитесь похожи. А собачка на вас. Жену любишь, на жену становишься похожим, а жена на тебя. Детей любишь, на детей становишься похожим, а они на тебя. Курочку любишь, курочка становится на тебя похожим, а ты на курочку. Козла любишь, на козла становишься похожим, а он на тебя. И так далее, понимаете, да? А святого человека любишь, ты начинаешь пропитываться его святостью, а он на тебя. Он похожим быть никогда не будет. Он будет похожим только на Бога. Потому что это материальные отношения, там духовные. В духовных отношениях от Бога идёт, и все получают вот так по очереди. Святой человек, ты любишь святого человека, а от Бога теперь тебе дальше идёт. Понимаете? Это уже духовные отношения, там нет вот такого, он на тебя, ты на него. Только в одну сторону. Поэтому святой человек не оскверняется. И это описывается в священных писаниях, святых людей сравнивают с лебедями. Ну то есть в Индии, в древней культуре ведической, называют святых людей парамахамсами. Хамса означает лебедь. Хамса — это лебедь. А парам означает высшее проявление лебедя. И у лебедя какие есть высшие проявления? Лебедь, он когда плывёт по воде, он не мочит, у него перья не мочатся, они сухими остаются. Вот он из воды выходит, у него сухие, сухая, внизу всё сухо, нет воды там. Почему? Потому что там у него очень плотным слоем жира, всё время жировыделение, жир выделяется, и это создаёт вот эту вот прослойку между ним и водой. Точно так же, когда человек возвышенный общается с людьми, с окружающими, он никогда не берёт их качеств в себя, потому что он всегда им только отдаёт. Я беру качество только от того, от кого я чего-то жду. Если я завишу от людей, я перенимаю их качество. Вот собака зависит от хозяина. Что происходит с ней? Она становится похожа на хозяина. А если хозяин, не дай бог, начинает зависеть от собаки, тогда он начинает похож на собаку становиться, а это неблагоприятно уже. Так как надо с собакой себя вести? Она от тебя зависит, а ты от неё нет. Ну то есть не надо с ней на подушечку ложиться вместе. Понимаете, не надо ей наслаждать. Моя собачка. Не надо. Пускай служит, перенимает качество от людей, становится разумной собачка. А вы не надо, не балдейте от неё, не ходите с ней, не балдейте. Она дана для того, чтобы она прогрессировала. Она будет охранять дом, пожалуйста, там гавкать на кого надо. Бог ей дал возможность служить человеку. У неё есть качество, как служить собаке. Кошка ловит мышей. У неё тоже есть качество. Но если вы начинаете животными наслаждаться, что происходит? Вы получаете их качество. Животные качества, не человечество. А это уже плохо. Но если мы служим не животным, а святому человеку, что мы получаем? Их качество. Девушка спросила, Олег Геннадьевич, как мне научиться заставлять себя бегать? Женщина спросила. Как мне победить свою судьбу, свою лень? Для этого надо перенять это качество силы, от святости. Верить в старших. И это даст силу. Появляется энтузиазм сразу. Вот откуда это берётся. Верить в старших. Сразу сила появляется, энтузиазм. Вот допустим, мой старший всегда встаёт очень рано. Я когда в него верю, я тоже хочу вставать рано. Понимаете? Я верю в него и тоже встаю рано. Но если я от кого-то начинаю зависеть, тогда в этом случае я всё самое плохое от него перенимаю. Не хорошее, а плохое. Понимаете? Одно дело вера в человек. Служить ему, заботиться о нём. Любить его, что-то делать для него. Мы можем зависеть только от Бога. Как мы зависим от Бога? Допустим, мать уходит из жизни. Или отец. И я чувствую, что я не справляюсь. Я говорю, Господи, помоги. У меня такая ситуация была. Молился по 8 часов в день. Потихонечку судьба меняется, меняется. Но чувствую, я не справляюсь. Вот этот камень на меня валится всё больше, больше, больше. И сил уже нет. И я, Господи, помоги. Только тогда, когда я понял уже, что всё, я не смогу сам. И в этот момент, и всё. В одну секунду поменялось ощущение. А потом всё произошло так, как я почувствовал. Мне легче сразу стало. Просто в одну секунду. Вот так вот я сказал в тот миг, когда я понял, что я сам не смогу. Вот тогда надо просить у Бога. В этот момент. Когда ты чувствуешь, ты все силы отдал в молитве. Ты ему служил сколько мог. Но всё равно у тебя не хватило сил. В этот момент можно попросить. И сразу получишь. Тут же, в эту же секунду получишь помощь. Но если ты каждый день ноешь, Господи, помоги, это значит, что ты сам делать ничего не хочешь. Вот представьте, мне надо пол мыть, я сижу, Господи, помой за меня пол. Ну что это за такое безобразие? Тебе надо самой учиться быть самой обаятельной, привлекательной, а ты, Господи, дай мне мужа. Ну как он тебе даст, если ты не стала такой? Это эксплуатация называется уже. Видите, даже с Богом нужно правильное отношение строить. Отношение является самым главным в этом мире. Если ты неправильное отношение строишь с кем-то, ты начинаешь страдать. Правильное отношение с природой надо строить. Надо любить природу, а мы её не любим, вообще не любим. Поэтому мы страдаем без неё, потому что она предназначена для того, чтобы нас сделать здоровыми. Вот солнце нужно для того, чтобы мы здоровыми были. Или я сегодня солнце взял, получил солнце, и у меня солнечное настроение. Я получил от солнца силу. От воды получил спокойствие. Наверное, слишком много, поэтому и все спите на лекцию. Вас расслабило. Расслабило, да? Это от воды идёт, от вашей вот реки. От Днепра вот идёт эта энергия расслабления. Я просто стоял долго в воде сегодня. Вас расслабило сильно. Сейчас будем собираться, значит. Сейчас что-нибудь придумаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.